Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии Антигона. Персонаж древнегреческой мифологии, старшая дочь хиванского царя Эдипа и Акасты, оказавшейся его же матерью, сестра Эсмены и братьев Этеокла и Полиника, племянница царя Креонта. Образ ее олицетворял верность, родственную долгу. Антигона по своей воле последовал за ослепившим себя своим старым отцом его добровольному изгнанию, закончившимся с его смертью в колонии, разделяя с ним в скитаниях тяжкую нужду, а затем вернулась к Фиве. Ее братья Этеокл и Полиник соперничали между собой за власть в Фивах. Полиник выступил содрастом в походе семьи против Фив, против брата. Оба они погибли в сражении. Этеокл, как защитник Фив, удостоился подобающих похорон. Тело Полиника, как изменника родины, осталось непогребенным по запрету нового властителя Фив, царя Креон. Антигона тайно предала земле его телу. Либо бросила его в тот же костер, где сжигали тело Этеокла и совершила возлияние обряд. По одному рассказу Антигона действовала не в одиночку, а вместе с Аргей, вдовой Полиника. Место, где она тащила тело Полиника к костру Этеокла, называлось Волок-Антигон. До нарушения его запрета, Креонт осудил Антигона на погребение заживо. Она повесилась. Вариант другой была замурована в каменную пещеру, подземную гробницу, где покончила с собой. Приговор этот привел в отчаяние жениха ее, Емон, сына Креонта, и он умертвил себя. Другой вариант покончил с собой, опоздавший спасти ее, заколовшись над ее труп. Как указывает Ярха, советский и российский филолог-классик, у Софокла, схваченная Антигона, отстаивает перед Креонтом свою правоту. Приказ смертного, каким являлся Креонт, не может отменить неписанных, но прочных божественных законов, повелевающих ей исполнить священный родственный долг и предать погребению родного по крови человека, отстаивая старые родовые обычаи, утверждают приоритет общечеловеческих ценностей. Антигона представляет собой идеал любви к родителям и благородного самоотвержения, которое и привело ее к трагической смерти. Такой она и является в двух трагедиях Софокла, Эдип, Колонни и Антигона, которые обессмертили ее имя и неоднократно переводились на множество языков. Вот так вкратце из Википедии о персонаже древнегреческой мифологии Антигона. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok